здравствуйте мои дорогие подписчики на канале голова садовой мои гости всех приветствую заметьте никогда не прошу вас ни подписок не лайков не ставьте если вам не нравится просто уйдите с канала а если нравится то учитесь потому что знаете как говорили наши бабушки учись пока я живая моя бабушка так всегда говорила и я училась значит посмотрите это гладиолусы это русская коллекция они уже практически отцвели и что нужно сделать с ними вот те которые уже без цветов все уже вырезано до цветоносов нету а вот это вот вот оно все до цветает уже сегодня например да когда выйдет сюжет ну будет где-то 20 сентября если их это русская коллекция если их не обрезать сейчас не убрать цветонос а я убрала его видите да все веревочку бросаем то вот с момента как вы убрали цветонос оставив листья растению должно пройти 45 суток прежде чем вы его выкопаете только тогда вызреет луковица только тогда она за зиму не высохнет вот эта беда всех любителей гладиолусов вы поймите что это же совершенно правильная рекомендация людей которые занимаются вот гладиолусами а вы не слушаете уж тогда засыпьте 20 сантиметров слоем обрежьте под корень когда мороз придет засыпьте да и оставьте до весны я хочу продвинуться немножко туда по этой вот по полоске где растут гладиолусы и хочу вам показать что вот тут по-другому выглядят некоторые до купали бедные вот еще один гладиолус обрезаю без всякого сожаления все это в ведро вот еще один стоит какой красивый вы посмотрите что такое русская коллекция обалдеть просто офигеть как я люблю говорить однажды за офигеть на меня чуть не написали жалобу нашему губернатору так что не говорите как я а то нарветесь на работника профсоюза значит так за 45 суток до того как вы выкопаете отсчитайте назад но покупая гладиолусы подобные да вы должны помнить что чем выше написан рост гладиолуса высота его тем позднее он зацветет чем он ниже тем быстрее он зацветет и у вас будет возможность чтобы у вас луковицы вызрели понимаете к чему я клоню да да красота требует жертв значит и нужно делать легкую выгонку для того чтобы вот они были вот такими и чтобы они расцвели во всей своей красе а вообще тем у кого только начинается вести гладиолусы такие тоже есть это по метр восемьдесят растения у них только метр цветонос это же это вообще реанимация просто так вы должны понимать что такие высокие растения хороши тем что достаточно вот посмотрите у этого цветка один только окрасился и открылся вот второй только начал в это время можно срезать гладиолусы совершенно спокойно абсолютно не бойтесь этого делать они все расцветут по всей его высоте единственное что листья нельзя обрезать то есть мы обрезаем коротко этот не хочет цвести ну и ладно мы его вот уберем ему цветоносик потому что луковица надо хоть как-то но вызреть еще хочу сказать что все что вы срежете вы можете в ведрах поставить по участку это вот очень красиво но зато вы дадите возможность и себе налюбоваться и растениям луковицы довести до совершенства чтобы они не высохли зимой пока